Число заболевающих коронавирусом в Самарской области не превышает 200 человек в сутки. При таком развитии ситуации регион обеспечен лекарственными препаратами на длительный период. Все пациенты с COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, бесплатно обеспечиваются лекарствами. Это коронавир, орбидол, ингалятор, пульмикорт. Но какие именно лекарства назначить, решает врач. Спектр лечения данными препаратами достаточно большой, но хочу здесь отметить, что показания для применения того или иного препарата, который входит в стандарт лечения, определяет доктор. Тот, кто увидел пациента, определил заболевание и с учетом показаний или противопоказаний уже назначает подбор терапии. Пациент 15-й поликлиники Инжу Фазулова прививку от коронавируса сделала прошлой весной, а спустя полгода заболела. Появились кашель, головная боль, высокая температура. Анализ на COVID-19 оказался положительным. Я прикреплена к 15-й поликлинике, я обратилась сюда, и как был положительный результат коронавирусной инфекцией, меня сразу же ко мне начали приходить врачи домой наблюдать, они наблюдали за мной. Выписали мне бесплатное лекарство и каждый день обзванивали. В 21-м году в 15-й поликлинике лекарствами обеспечили порядка 3 тысяч человек, было выдано около 16 тысяч упаковок. С начала 22-го года уже более 20 тысяч упаковок на сумму свыше 16,5 миллионов рублей. Средства на покупку медикаментов выделяются как из федерального, так и из регионального бюджетов. В настоящий момент у нас пациенты, которые находятся на амбулаторном этапе лечения, состоят в федеральном регистре, 100% обеспечены лекарственными средствами. Абсолютно все, кто проходит лечение на дому. При положительном анализе на коронавирус доктор выезжает к пациенту на дом, оценивает степень тяжести заболевания, наличие хронических болезней и противопоказаний к тем препаратам, которые в поликлинике имеются. Если они не подходят, что бывает редко, пациенту назначаются другие лекарства и выдается схема лечения. Медики говорят, сейчас нагрузка снизилась вдвое. Каждый врач принимает по 15 вызовов в день. Виктория Шарая, События.